У нас в повестке дня 20-й идет вопрос о переименовании судов в республике Мрел. Скажем, юридический суд будет называться Грандомарийский номер один, но в Таряльский будет называться Сердорским. Казалось бы, ерунда какая, проголосуем и забудем. Но кто читал записку, он видел, что на все эти мероприятия в бюджете федеральным заложено полмиллиона рублей. То есть элементарно полмиллиона на то, чтобы поставить новые штампики, поменять вывески, гербы. При том, что вся страна сейчас занимается тем, что помогает мобилизованным людям. Мы здесь принимали бюджет и урезали все, что можно, поэтому проголосовали против, потому что так урезать нельзя. Но нам объясняли, денег нет, вы уж поймите. И тут же, параллельно с этим, полмиллиона на то, чтобы поставить новые штампы в судах, которые уже действуют и работают. У меня такое подозрение, что на самом деле это, возможно, шаг к оптимизации, который у нас сейчас в стране происходит. А если говорить про Юрина и Грандмари, я оттуда родом, поэтому очень хорошо понимаю, что оптимизировать их на самом деле неверно. Это уже было сделано по медицине несколько лет назад, когда присоединили Юрийский район к Грандмарийскому. И там по географии они находятся рядом. Ну, на двух берегах самой большой реки в Европе, на берегах Волги, 3 километра. Если летом поехать с Юрина до Казмодебьянска, это райцентр Грандмарийского района, больше 100 километров по асфальту, потом ждешь на переправе, потом скоро едет на переправе, и в итоге несколько часов получается. Если сейчас, когда уже паромы останавливаются, а лед еще не встал, то добраться невозможно. Ближайший автомобильный мост только в одну сторону находится в 267 километрах, что, мы понимаем, занимает несколько часов, пока больного довезут до больницы. Естественно, что показатель такой яркий. Когда был коронавирус, именно в этом районе была самая высокая смертность, потому что мы не могли оказать помощь от того, чтобы больницу закрепили неверно через реку. То же самое, если судами сейчас пойти на встречу, проголосовать за. Страна потеряет полмиллиона рублей, ни на что, на всякие какие-то глупые печати. И, кроме того, люди лишатся возможности обратиться в суд, когда им необходимо. По здравоохранению мне очень больно, потому что сам по образованию я врач, сам из Юринского района, и вижу, что там всего один педиатр. Еще буквально лет 10 назад там был и хирург, и акушер, гинеколог, и эндокринолог, то есть больница жила. Оптимизировали, и теперь район вымирает. Поэтому позиция нашей партии всегда сохранять жизнь на местах. Как только оптимизируют школу, она вымирает. Оптимизируют район, он вымирает. Важно развивать страну, а не урезать ее. Огромный резонанс вызвал законопроект о создании и хранении биометрических данных. Сейчас он проходит стадию второго чтения, и в первом чтении наша фракция голосовала против. В том числе и прежде всего, потому что мы получили огромное количество обращений граждан с критикой законопроекта и с требованием его не поддерживать. Вообще, мы считаем, что тема безопасности персональных данных, хранения и обращения с персональными данными в настоящий момент является очень актуальной. Но и мы считаем, что контроль государства здесь должен быть максимальным. Более того, мы считаем, что слабое регулирование данной сферы приводит к угрозам безопасности не только людей, но и в целом государства. Причем речь здесь не только о мошенничестве, но и иногда и о прямой угрозе жизни и здоровью людей. Но мы считаем, что регулирование данной сферы должно основываться на трех принципах. Первый принцип – это, что должно быть минимизировано количество тех, кто имеет доступ к этим базам данных. В идеале, вообще, только один государственный орган должен контролировать данную сферу. Второй принцип – это, что должен быть предельный уровень защиты и безопасности для граждан. Это значит, что должны быть только отечественные комплектующие, только отечественная база данных. И абсолютно исключен доступ к этим данным со стороны иностранных лиц и иностранных организаций. Третий принцип – это безусловный приоритет прав граждан. То есть каждый гражданин должен контролировать те личные данные, которые в этих базах данных есть, и влиять на их перемещение, на их изъятие или обработку. На наш взгляд, законопроект, который есть, не только на наш, но и на взгляд специалистов, не отвечает этим принципам. Так, в частности, законопроектам в рамках единой государственной системы предлагается создать некие региональные сегменты, в результате чего резко увеличится количество подсистем хранения данных. А значит, увеличится и те, кто имеет доступ к этим данным. Во-вторых, в законопроекте не учтены права граждан. То есть там совершенно не прописано, каким образом влияние человека на поступление тех данных, которые в базу данных вносятся. Человек не влияет на их изменения, на их изъятие. Кроме этого, законопроект такой чувствительной сферы был внесен и обсуждается без широкого обсуждения с профессиональным сообществом, с гражданами. И мы считаем это принципиально неправильным. В рамках работы ко второму чтению в виде поправок мы попробуем изменить те недостатки, которые есть. Но считаем, что нужно изменить принципиальный подход к регулированию данного вопроса, вернуться, возможно, к первому чтению и начать с широкого обсуждения с людьми. Мой коллега сказал о том, что этот законопроект о новой системе, единой системе сбора и хранения биометрических данных вызвал широкий общественный резонанс. И среди граждан, и нам всем приходит огромное количество обращений в связи с принятием в первом чтении данного проекта закона, с предложением самым лучшим образом его отклонить, либо предложить авторам законопроекта снять его с рассмотрения до второго чтения. Действительно, это справедливо, потому что по уровню возмущения в обществе этот, пожалуй, законопроект сопоставим с историей годовалой давности, когда у нас была введена вот эта принудительная вакцинация фактически и введение QR-кодирования. Тогда под общественным напором от этой идеи отказались. Однако сегодня, что называется, в новых красках звучит вот эта история с новой системой, единой системой сбора и хранения биометрических данных. Почему это важно? Дело в том, что, конечно же, государство опять вмешивается фактически в личное пространство гражданина. Если при возникновении какой-то хакерской атаки, о которых мы постоянно слышим, значит, эти биометрические данные попадут мошенникам, попадут в не те руки, естественно, если попадут персональные данные, касающиеся, например, паспортных данных, или водительских прав, или паролей и так далее, гражданин может поменять паспорт, может поменять пароли, может поменять водительское удостоверение, даже имя и фамилию может поменять в соответствии с законом. Однако биометрические данные – это фактически сведения о личности человека, о биологическом его, как говорится, существе. И они являются врожденными и не меняются в течение жизни. Поэтому, конечно же, утечка этих данных – это, безусловно, большая проблема для всех нас, в случае их возникновения. Поэтому, конечно же, самым лучшим будет, если этот законопроект будет его автором отозван еще до второго чтения. Другой вопрос, который вызвал тоже очень широкий общественный резонанс, особенно в экологической среде, – это изменение в закон об экологической экспертизе. Вызывает большое возмущение в обществе некоторые моменты, связанные с изменениями. Первое – фактически создается механизм, когда государственные органы будут определять, кто допущен к проведению экологической экспертизы, а кто не допущен. Во-вторых, создаются условия, при которых при возникновении двух или более субъектов проведения общественной экологической экспертизы, эти общественные комиссии должны сливаться, что фактически исключает проведение независимой общественной экологической экспертизы. Кроме того, возникает ситуация, при которой в случае проведения общественной экологической экспертизы не допускается передача проектной документации в публичную сферу третьим лицам. Получается, что единственный механизм, который был у общественности для того, чтобы иметь полноценную правильную информацию, реальную информацию об строящихся опасных экологических объектах, будь то полигон твердых коммунальных отходов или новая скважина или мусоросжигательный завод вблизи населенного пункта, этого механизма мы лишаемся. Ну и, конечно же, этот законопроект полон коррупциогенных факторов. Естественно, фактически принятие этого законопроекта в том виде, в котором сегодня он имеется, приведет к фактической ликвидации Института общественной экологической экспертизы в нашей стране, что, конечно же, недопустимо, поэтому фракция КПРФ в полном составе голосовала против его принятия. Однако мы готовы к обсуждению ситуации, мы готовы к доработке, поэтому готовим поправки. Я уверен, что если они будут приняты, этот законопроект еще можно поправить. Хотел в продолжение проинформировать вас о том, что в период с 3 декабря по 5 декабря на территории Луганской народной республики, Донецкой народной республики, Запорожской области и Херсонской области были проведены учредительные создания по созданию регионального отделения КПРФ в этих регионах. Если в Луганской народной республике, Донецкой народной республике де-факто эти организации у нас существовали в рамках компартии этих республик, то Херсонская и Запорожская области, когда юридически получили свое обоснование, потому что вы прекрасно понимаете, что там на протяжении 8 лет все активисты находились под жестоким прессингом, под репрессивными воздействиями со стороны СБУ и практически были разгромлены. Сегодня они получили легальное состояние и могут продолжать, могут работать в легальном поле. Это было воспринято с большим эмоциональным подъемом. Все прекрасно знают, что КПРФ на протяжении 8 лет отправляла конвоя, оказывала гуманитарную помощь этим регионам, принимала детей. То работу компартии все прекрасно там знают и с большим воодушевлением в том числе вошли в структуры, созданные буквально на днях. Поэтому это большая ответственность, это большая ответственность возложена на актив нашей партии в этих регионах. Вы прекрасно знаете, что Донецк до сих пор находится под обстрелом, а многие регионы Херсонской, города Херсонской и Запорожской области находятся еще под оккупацией. Поэтому в этой ситуации мы поздравляем наш актив и выражаем большую надежду на их активную работу в выполнении программ нашей партии.